Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Балакирев, и мы продолжаем курс по машинному обучению. На этом занятии мы рассмотрим довольно известный метод классификации, так называемый метод опорных векторов. Что это такое? Давайте для простоты положим, что у нас двумерное признаковое пространство. Тогда каждый образ класса можно представить точкой на плоскости. И пусть образы обучающей выборки распределяются вот таким вот образом. Здесь кружочки, изображенные от образа одного класса, и ромбики, образы другого класса. И как видите, для нашего примера можно построить множество различных разделяющих линий, в общем случае гиперплоскостей, так что каждый из них будет корректно отделять один класс от другого. И здесь возникает вопрос, какое разделение лучше? В машинном обучении мы исходим из того, что модель, обученная по некоторой выборке, должна хорошо работать с другими, произвольными наборами данных того же распределения. То есть модель должна иметь хорошие обобщающие способности, не быть слишком переобученной. И если с этих позиций посмотреть на приведенные разделяющие линии, то чисто интуитивно я бы выбрал вот эту вот синюю. Почему именно ее? Смотрите, красная и зеленая линии в действительности как бы делают дополнительное предположение о распределении образов. Красная проходит несколько более горизонтально, следовательно она как бы предполагает, что образы, другие образы, которые не включаются в обучающую выборку, будут распределяться вот так вот, вдоль этой самой разделяющей линии. А зеленая проходит более вертикально. Значит, она предполагает, что образы, не входящие в обучающую выборку, располагаются как-то вот так вот. Конечно, на самом деле вот эта вот синяя линия делает свое предположение, но она чисто визуально в большей степени сохраняет исходное распределение. Вот эта вот идея, разделяющая гиперплоскости, которая бы ориентировалась только на распределение обучающей выборки и по возможности не делала бы дополнительных предположениях о распределении образов в классах, положена в основу метода опорных векторов. Давайте теперь вот это вот чисто интуитивное соображение формализуем на уровне математики и ответим на первый вопрос. Что же это за разделяющая гиперплоскость, которая делает минимальное предположение о распределении классов и тем самым приводит к лучшей обобщающей способности алгоритма классификации? С точки зрения SVM, оптимальная разделяющая гиперплоскость – это та, которая образует наиболее широкую полосу. То есть вот здесь вот есть граничные образы первого и второго класса, и полоса между этими двумя образами должна быть наибольшей. А разделяющая линия, или в общем случае гиперплоскость, должна проходить по центру этой полосы. И почему это так, в принципе, понятно. Потому что чем шире полоса, тем надежнее классификатор будет отделять образы одного класса от другого. Чтобы описать вот эту вот идею на уровне математики, мы вначале должны задать модель классификатора, которая фактически определяет уравнение гиперплоскости в признаковом пространстве. Мы выберем самую простую линейную модель вот такого вот вида. То есть у нас есть некий вектор параметров омега, который определяет ориентацию вот этой вот разделяющей линии или гиперплоскости. Ну и затем мы делаем линейную комбинацию вектор параметров с образом х. Затем здесь некоторые смещения. И у нас получается классификатор, линейный классификатор вот такого вот вида. Здесь все вот эти вот три выражения, это одно и то же. То есть скалярное произведение образа х на вектор омега и минус некоторое смещение b. То есть b это число. На выходе модель должна выдавать метки класса. В данном случае мы будем полагать, что метки это минус один и плюс один. Бинарная классификация. Отлично, модель у нас задана. Давайте теперь посмотрим, как можно определить вот этот вот вектор омега, чтобы вот эта вот полоса была как можно более широкая. Вначале мы будем исходить из того, что образы наших классов линейно разделимые. То есть мы можем провести линию или гиперплоскость, которая полностью точно отделяет образы одного класса от другого класса. А затем мы обобщим этот случай на линейно неразделимые образы. Итак, если мы имеем дело с линейно разделимыми образами, то ширина вот этой вот границы будет определяться граничными образами первого и второго классов. Ну, очевидно, что максимальная ширина будет как раз упираться вот в эти граничные образы. И шире просто быть не может. Как мы можем рассчитать эту ширину? Давайте возьмем два каких-нибудь образа, стоящих на границе. И для класса минус один граничный образ обозначим как х-, а для класса плюс один граничный образ будет х+. Тогда вот такая вот разность х плюс минус х минус. То есть мы получим вот такой вот вектор, вот он синеньким здесь показан. Причем направление этого вектора будет совпадать с направлением вектора омега. А вектор омега определяет как раз ориентацию вот этого гиперплоскости. То есть вот здесь вот мы вычисляем скалярное произведение вот этого вот вектора на вектор омега. А что такое скалярное произведение двух векторов? Из школьной математики мы знаем, это длина вектора омега, умноженная на длину вот этого вот вектора, то есть на разность вот этих вот двух векторов и на косинус угла между ними. То есть фактически вот здесь вот мы делаем проекцию вот этого вот вектора на вектор омега. А вектор омега всегда перпендикулярен разделяющей гиперплоскости. Мы с вами это уже знаем. И в итоге получаем ширину вот этой вот полосы, вычисленную на основе вот этих вот двух граничных векторов. То есть чисто математически мы можем это записать так. L – это ширина полосы, которая будет равна скалярному произведению вектора омега на вот этот тот вектор и деленная на длину вектора омега. Зачем мы здесь делим на длину вектора омега? Дело в том, что вот эта вот ширина полосы будет зависеть от длины вот этого вот вектора омега. Потому что мы делаем скалярное произведение на вектор омега. И от того, будет он увеличиваться или уменьшаться, соответственно, у нас и ширина полосы тоже будет увеличиваться или уменьшаться. Потому что мы как бы измеряем ширину полосы в единицах вот этого вот вектора омега. То есть вектор омега здесь выступает как единичный вектор. Поэтому, чтобы ширина полосы была безразмерной, то есть не зависела от длины вектора омега, мы вот это скалярное произведение дополнительно делим на длину этого вектора омега. Иначе при оптимизационной задаче мы можем просто устремить от вектора омега к плюс бесконечности, и как бы ширина у нас тоже будет увеличиваться. Но, как вы понимаете, это полное безумие, поэтому нам нужно перейти вот к этой безразмерной величине. Но это выражение можно немножко упростить. И вот здесь вот в знаменателе использовать не единичную норму, а квадратичную, чтобы не вычислять квадратные корни. И тогда ширина у нас запишется вот в таком вот виде. Скалярное произведение, деленное на квадратичную норму, вот это вот вектор омега. И эту ширину нам нужно максимизировать. То есть найти такой вектор омега, при котором вот эта вот ширина полосы была бы наибольшей. Как решить эту задачу? Для этого в методе опорных векторов делают следующим образом. Ну, во-первых, мы вспомним, что вот такое понятие, как маржин, отступ, определяет, насколько далеко находится объект от разделяющей гиперплоскости. Ну и чисто математически определяется вот таким вот выражением. Метка класса, а метка класса – это плюс один и минус один, умноженная на ту метку класса, которую выдаёт классификатор. Если метки совпадают, то отступ положительный, это значит верная классификация. А если метки не совпадают, то отступ отрицательный, то есть неверная классификация. Так вот, величину этого отступа мы всегда можем нормировать. Смотрите, если ввести некий коэффициент больше нуля, то вот этот вот отступ мы можем записать и так. То есть мы можем просто умножить этот отступ на альфа, и это эквивалентно тому, что мы на альфа изменим вот этот вот вектор омега и, соответственно, смещение b. И сути оптимизационной задачи это никак не изменит. Но зато мы теперь можем подобрать такое значение альфа, при котором вот этот вот отступ для граничных элементов будет ровно единица. И я это запишу математически вот так вот. Вот. Отступ для образа х плюс – это будет единица. И отступ для образа х минус – тоже единица. Потому что эти образы как раз лежат на границе вот этой вот полосы. А разделяющая гиперплоскость проходит по центру этой полосы. Поэтому это всегда можно сделать. Ну или строго математически мы можем это записать и вот в таком вот виде. Минимум для отступа равен единице. Причем вот этот вот омега – это, по сути дела, альфа умноженная на омега. А b здесь – это альфа умноженная на b. Зачем мы все это делаем? Смотрите. Теперь вот эта вот разность, вот это вот скалярное произведение вектора омега на разность вот этих двух векторов, по сути дела, есть не что иное, как скалярное произведение одного вектора на второй вектор. И раз они равны единице, да, вот эти вот отступы для граничных элементов, то мы можем записать, что это единица минус минус один. И ширина вот этой вот полосы будет определяться фактически вот таким вот выражением 2 деленное на квадратичную норму вектора омега. Потому что вот здесь вот мы вместо этого выражения можем просто записать двуечку. В результате для линейно разделимых образов мы получаем следующую оптимизационную задачу. Нам нужно максимизировать вот это выражение по омега и b при условии, чтобы отступы были больше либо равны единице. Но эту задачу привычно сводит к задаче минимизации. То есть вот здесь вот вместо максимум мы будем искать минимум. То есть мы числитель меняем со знаменателем, и получается 1 вторая на квадратичную норму вот этого вот вектора омега. То есть получается, нам нужно найти такой вектор омега и такое смещение b, чтобы минимизировать вот такую вот квадратичную норму весов и обеспечить, чтобы все отступы были строго больше единицы, кроме образов, которые находятся на границе вот этой вот полосы. Решение вот такой вот задачи, по сути дела, это задача квадратического программирования, когда мы минимизируем квадраты весовых коэффициентов при линейных ограничениях. Я понимаю, что вот этот материал, который я излагаю, он чисто математический, но по-другому здесь и не получится. Потому что вот этот метод опорных векторов, он имеет вот такое базовое математическое обоснование. И, кстати, это не самое сложное. Если открыть литературу и почитать по методу опорных векторов, то там еще и более зубодробительные есть выводы. Я сейчас стараюсь представить все максимально просто. Итак, если вы вот это вот поняли, то считайте, вы поняли весь метод опорных векторов. Потому что следующее обобщение, которое мы это сделаем, это обобщение для линейно неразделимого случая. То есть, когда наши образы линейно неразделимы. И это частые задачи. Потому что в общем случае, когда решается задача классификация, то всегда возможны ошибки. То есть, образы, они на самом деле линейно неразделимы. И как работать вот в такой ситуации, как построить метод опорных векторов для реальных условий. Для этого придумали следующую эвристику. Давайте разрешим нашему классикатору ошибаться на некоторую величину кси. Кси, вот эти вот перемены кси, называются slack variables по-английски. То есть, мы для каждого этого образа разрешим некоторое отступление вот от этого строгого правила. Чтобы отступ был не строго, больше ли правильной единицы. А мог принимать и меньшие значения. Понятно, что если мы вот эти вот величины кси устремим к плюс бесконечности, то задачи как бы оптимизации здесь уже не стоит. Мы можем взять любой вектор омега, например, нулевой. И как бы задача вот эта вот оптимизационная у нас будет решена. Но, как вы понимаете, это не то, что нам нужно. Поэтому здесь мы, конечно же, можем ошибаться. Но эта ошибка должна быть как можно меньше. То есть, вот эти вот перемены кси и должны стремиться к нулю. Это условие алгоритма минимизации мы можем учесть следующим образом. Вот здесь вот к квадрату нормы мы добавляем еще вот такое слагаемое. То есть, вот эта вот сумма кси и умножена на некий гиперпараметр c, который мы сами задаем. И вот такая вот сумма должна быть минимальна. При этом отступы у нас уже записываются вот по такому правилу. И дополнительные условия, что все вот эти вот перемены кси и должны быть больше либо равны нулю. В принципе, вот так вот мы с вами переписали метод опорных векторов из линейно разделимого случая к линейно неразделимому. И остается последний вопрос. Как решить вот эту вот систему? Смотрите, что мы можем здесь сделать. Вот эти вот два последних неравенства можно переписать и вот в таком вот виде. Я просто вот кси перенес сюда в левую часть, и у нас получилось вот такое вот неравенство. И так как мы решаем задачу поиска минимума вот этих вот коэффициентов кси и, то вот эту же систему можно переписать, используя равенство. То есть вот когда здесь используется равенство, да, то как раз вот эти вот кси и будут минимальные. В итоге мы получаем сначала вот такую вот систему, и эту же самую систему можно записать вот по такому правилу. То есть мы просто берем максимум из этих двух величин, либо ноль, либо вот такой вот отступ, единица минус отступ. Вот это вот выражение еще записывает вот в таком вот виде, как положительная срезка. То есть вот это и это одно и то же. Положительная срезка означает, что все, что меньше нуля, приравнивается нулю. В результате исходная система становится эквивалентна вот такой вот безусловной минимизации. То есть смотрите, мы вот это вот выражение, вот эту положительную срезку подставили вот сюда вот, и у нас получилась вот такая вот задача минимизации. Или чаще всего это выражение переписывается в таком вот виде. Делят на с, здесь получается обычная сумма, а здесь единица на 2с и квадрат нормы вектора омега. Причем минимизацию мы уже делаем только по вектору омега и по параметру b. И смотрите, что у нас здесь в итоге получилось. Первое слагаемое – это по сути дела функционал качества, эмпирический риск. А второе слагаемое – это L2-регуляризатор для коэффициентов омега. Причем функция потерь здесь имеет вот такой вот вид. Она изображена зеленой линией и называется хинжлоз. Для сравнения здесь также приведена логарифмическая функция потерь, которую мы с вами ранее уже рассматривали. То есть фактически метод опорных векторов – это решение оптимизационной задачи при функции потерь хинж. И эта функция потерь начинает штрафовать, если минимальный отступ для объекта становится меньше единицы. И никак не штрафует, если отступ больше единицы. То есть вот для этого хинжлоз важна именно ширина полосы между образами двух классов. В отличие, например, от логистической функции, вот этот вот оранжевый график, который стремится максимально развести образы классов относительно разделяющей гиперплоскости. Потому что здесь штраф постепенно уменьшается при увеличении m и никогда не достигает нуля. Вот так вот, глядя на графики функции потерь, можно понять, как будет строиться алгоритм классификации. Также вот из метода опорных векторов очень хорошо виден геометрический смысл вот этого вот L2-регуляризатора. Фактически он здесь отвечает за максимизацию ширины вот этой вот разделяющей полосы. И в результате это приводит к лучшим обобщающим способностям полученного классификатора. На этом мы с вами завершим первое занятие по SVM. Здесь мы получили общий алгоритм для нахождения параметров линейной модели омега и b. А на следующем занятии я отмечу подход, с помощью которого можно эффективно решить данную задачу и приведу пример простой реализации метода опорных векторов на Python.